Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарабаба, мы продолжаем проходить игру Эликс. Ну что ж, сегодня мы с вами отправимся по заданию Рагнара, проверить две заставы берсерков, одна в принципе здесь недалеко от этой территории находится, вторая чуть дальше от отеля. Ну что, тогда проверим с вами эту территорию, только как всегда пособираем всякий хлам. Куда мне такие двигатели? Кстати, тут еще надо будет одного торговца проверить. В прошлой серии он спал, в этой серии может быть у него что-то будет полезное. Может быть броня какая-нибудь или еще что-нибудь. Жаль, что вот эти вот сундуки не открываются. Ручной шакал А вот и друг Сможем поговорить? Это Уильям Глазам не верю. Еще одна пустынамушка прилетела и надеется пожрать на халяву. Но хоть не берсерк и то хорошо. Ненавижу этих лесных крыс. От них проблем почти столько же, сколько от клириков. У тебя проблемы с клириками? Персерки, клирики, тьфу. И те и другие пытаются нас выдавить из Ставара. Хотят нас уничтожить. Одним не хватает людей, другим нужна наша земля. Кому нужны ваши люди? Клирикам. У них вечная нехватка. Ты разве не знал? Но у нас они никого не получат. Пусть не надеются. Пока я могу им помешать, хрен им они сгоя. Я Уильям, кузен герцога. Герцог тут всем заправляет. И я уж позаботюсь, чтобы он оставался у власти. Мы изгои. Так, хорошо. Кто такой герцог? Ты тут новичок. Так что слушай внимательно. Герцог правит этим городом и всем Таваром. Он его освободил от тирании Бакстера. Он справедливый и прибыльный. Так что тебе повезло. Если бы ты при Бакстере объявился, тебя бы уже прикончили. Так что правила у нас проще некуда. Делай все, что не разозлить герцога. А поскольку герцог мой кузен, то и меня злить очень не советую. Что в свою очередь означает, ты должен приносить прибыль. Так ты тут у нас не самый главный. Логан мой кузен. То есть я его голос. Это значит делай, что я скажу. Герцог говорит мне. Я говорю тебе. И дело делается, ясно? Ясно. А если я хочу присоединиться к изгоям? Мы не берем людей из других группировок. Но вообще-то да. Свежая кровь нам нужна. Когда мы свалили Бакстера, то избавились и от его людей. Так что покажи мне, чего ты стоишь и сможешь дать герцогу клятву верности. Это выгодно, сам увидишь. Никакая другая группировка не даст тебе такой свободы, как мы. И выгоды. И выгоды тоже. Ни альбы, ни их сепаратисты, ни клирики, ни берсерки. Форт вот где самая крутота. Предположим, я к вам примкну. И что дальше? Начнешь с курьера, как все. Если хочешь выбиться в громила, эту привилегию придется заслужить. Но каждый, кто сумеет себя проявить, получает от этого выгоду. И это вопрос доверия. Это вопрос оружия и брони. Так что зарабатывай себе на жизнь и делай навар. Ты уверен, что у тебя здесь все под контролем? Только идиоты считают, что могут полностью все контролировать. Вопрос в том, чтобы справляться с мелкими кризисами, пока они не превратились в большие. У меня тут, кстати, как раз назрел один мелкий кризис, и чужаку будет проще его решить. Какая помощь тебе нужна? Мне нужен такой человек, которого еще не успели заприметить квартальные. Они там не все довольны жизнью, но я не знаю, в чем дело. И нужен человек, кто с этим разберется. По поводу квартальных. Кто они такие? Для начала, Большой Джим. Он хозяин арены. Хлоя заправляет веселым кварталом. Дальше Дикий Боб. Он сам себя называет Мусорным Бароном, и тебе советую звать его так же. Никто и никогда в глаза не называет его Диким Бобом. И, наконец, Блейк. Он делает все, что надо делать. Каждый из них заслужил свое место. Все доказали преданность герцогу. Но у всех есть свои мелкие трудности, и каждый чего-то хочет. Расскажи мне про Хлою. Хлоя получает свою долю дохода. Странно, что она вдруг перестала платить дань. Она держится за свое место руками и ногами. Так что пусть придет кто-то со стороны и заставит ее платить. Я бы предпочел это сделать чужими руками. Так будет более дипломатично. И мне нужен человек, который не побоится, что Хлоя закроет перед ним двери веселого квартала. Стребуй с нее осколки и выясни, почему она перестала платить. Если выяснить ничего не удастся, хотя бы заставь ее расквитаться с долгами. А почему ты не попросишь Блейка? Ты меня вообще слушаешь? Блейк единственный квартальный, с которым нет проблем. Он заботится о собственных интересах и делает то, что ему говорят. Жаль, они такие не все. Расскажи мне про Большого Джима. Большой Джим, хороший боец, при нем арена приносит стабильный доход. Но он побил всех, кто бросал ему вызов и возомнил себя непобедимым. Я даже слыхал, он якобы хвалился, что может одолеть герцога. Я всегда знал, что гордыня его погубит. Следовало бы его прикончить. Но нет, лучше ты с ним подерешься. Это самомнение пора слегка сдуть. Ты должен выступить от лица герцога. Преподай Большому Джиму такой урок, чтобы ему навек запомнилось, пока я его не заткнул насовсем. А что за проблема с Диким Бобом? Дикий Боб, да, это отдельная история. Он надзирает за поставками из мусора в форт. Это важный источник прибыли. Вот только в последнее время мусор перестал поступать, и я не знаю, в чём дело. В пустыне может кончиться вода, но мусор там кончиться никак не может. Поговори с ними, выясни, что происходит. Боюсь, он перестал доставлять мусор, потому что никто не хочет на него работать. Но может причина в чём-то другом? Если ты добьёшься, чтобы поставки Дикого Боба возобновились, награда будет жирной, я обещаю. Я займусь твоими проблемами. Именно этого я хотел услышать. Я веду все дела герцога. Делаю так, чтобы всё шло гладко. Герцог не забывает людей, которые доказали свою преданность. Сообщи, как будут продвигаться дела. Хорошо, опять куча заданий. Куча-куча заданий. Ну давайте всё-таки мы смотаем сначала к этому торговцу, а потом смотаемся до того форта. Опять Уайт. Хорошего дня! И тебе не хворать. Так, это один торговец, ты у нас кто? Просто изгой. А где другой торговец? Без проблем, говорит. Ручная граната по броне. Да, у него, кстати, есть броня. Есть у него броня, но цены такие, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Самый простой способ защитить голову от дождя. Чёрный кожаный капюшон. Броня плюс один. Но у меня столько нет денег, я купить не могу. Защитная маска. Броня ноль. Сопротивление яду. Сопротивляемость радиации. Блин, вещь хорошая. Но, опять же, нет денег. Амулет контрактника. Выполнение заданий приносит больше прибыли. Минус взлом замков. Минус пять броня. Ну, это потому что амулет у меня сейчас стоит другой. Кольцо выносливости. Тысяча. Ого. Спасибо, друг мой. Кусок серы, мясо, сырое мясо, яблоко. Но это всё я покупать не буду. Ладно. У тебя броня есть, конечно, но денег у меня на неё нифига нет. Хватит ссать, ссык он. Ладно, идём по заданию. Проверим, что там у нас с этим постом берсерков. Потом, наверное, вернёмся сюда и походим здесь по кварталам. Порасспрашиваем. Но драться, понятное дело, я не буду. Странствующий торговец. Привет, незнакомец. Если хочешь что-то купить или продать, прежде чем снова отправиться в путь, я к твоим услугам. Всё, что пожелаешь. Ну, вот это хоть нормальный, блин, ответ на вопрос. Что у тебя есть на продажу? Зазубренный топор. Урон получается такой же, как у меня сейчас. Ручная граната. Мусорный щит. Ого. Щит бы, конечно, не помешал бы. Так, а броня есть. Шлем механика. Практичные солнечные очки. На короткое время сделает обыкновенные предметы заметнее. Броня минус два, блин. Рубашка шахтёра. Броня, сила парирования также. Но тысячу стоит офигеть. Рубашка мусорщика. Не, ну всё это очень дорого стоит. У меня столько денег вообще нет. Как я заработаю столько денег? Я даже не представляю. Ладно. Поехали. Иди дальше себе торгуй. Жалко, что только один спутник может со мной ходить. То есть я не могу собрать команду. Как вообще полчаса нам ещё бежать? Ну как раз, в принципе, прямо. Ну, в принципе, тут ещё хорошо, что видно всё. То есть скрытых атак вряд ли будут. Есть кто-нибудь из-за холма не появится. А так, в принципе... Всё это дело мы спокойно обходим. По крайней мере, уже оружие получше. О! Класс. Посмотрим, как это будет в деле всё работать. Может быть, на тебя попробовать, друг мой? Мега-крыса! Ух ты! Ага, промазала. Класс. С мега-крыса пока хорошо. Может быть, как-нибудь, я не знаю, продукты поставить себе питание на быструю кнопку. А то как-то с продуктами маловато. Суп. Что у нас много? У нас очень много жареного мяса. Давай поставим, наверное, девятку. Надеюсь, это есть лагерь? Берсерков. Да. Это лагерь берсерков. Я тебя прикончу, ублюдок. Попробуй. И что, мне надо даже когда-нибудь тут... Закончат драться? Походу, они с ума сошли. Гарольд сдох. Эти треклятые берсерки получили по заслугам. Я так понимаю, теперь уж ты к ним не пойдешь. Отлично сработал. Это было непросто. Берсерки умеют за себя постоять. К счастью, мой фокус с гранатой сработал. Фокус с гранатой? Ага. Я одному из своих парней сказал гранату в рот засунуть, и чеку выдернуть, и прыгнуть на берсерка. А он что? Прыгнул, конечно. Я его препами накачал перед этим. Он поверил, что выживет. Это война. Бой до последней капли крови. Все трюки надо использовать. Ну и доля его мне в итоге досталась. Зачем нападать на берсерков? Эти суки пытаются отнять то, что нам принадлежит. Это земли герцога. Нахрен их деревья. Пустыня наша. И наша останется. А как же Альбы? И их туда же. То, что наша у нас никто не отнимет. Никто не лишит нас свободы. Можешь не сомневаться, у герцога уже есть план, как избавиться от их преобразователя. Как насчет твоих товарищей? В пустыне бросим, пусть сдохнут. Когда вокруг сплошь песок и дикие твари, у нас в Таваре память короткая. С трупов забирай все, что хочешь. Ты хочешь стать тут лагерем? Да иди ты. На кой ляд мне этот кулачок в пустыне сдался? Когда можно вернуться туда, где холодное пиво, горячие тёлки и я весь такой первый парень на пустыне. Так что я форт за своей долей. Что тебе герцог пообещал за то, чтобы избавиться от берсерков? Пару тысяч осколков. Это достаточно? Ты шутишь? Эликсид доплюсь герцогу показать, что я первый парень на пустыне, больше чем достаточно. И можете сомневаться, раз я первым вернусь к нему с отчётом, то ещё требую с Вильяма премию. Мне надо с ним идти до форта, какой смысл? Ладно, бывай. Земледелец. Топор. Новое оружие получено. Так, а сможешь взять вот этот красный камешек? Не можешь, да? Жизнь какая-то. Гарольд мёртв. Все мертвы. Так, ну я в принципе, получается, могу с ним сейчас и вернуться, да? Давай посмотрим на топор, который я взял. Блин, у меня не хватает на него немножечко силы. Но если будет как раз ещё одна десятка, да, уровней, то как раз хватит на топор, у которого урон будет на шестёрку выше. Это круто. Ну вот, хотя бы впервые с трупа взял топор. Зазубренный топор. О-о-о-о, вообще вещь. Рецепт. Инструкция позволения крепкого зелья маны получена. Ага. Рецепт бульона на косточке получена. Что ещё здесь есть? Да, блин. В смысле последняя, блин. Амулет браконьера? Ух ты. Ну-ка, 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 давай заглянем. Что за амулет браконьера? Друг животных. Выживание плюс два. Но взлом замков минус один и броня минус пять. Нет, я бы лучше оставил бы себе. Броня. Что тут ещё есть? Спать-то пока не собираюсь. Но вот с замками как-то не очень понятно всё равно. То есть, получается, каждый раз, когда всё ломается, да? То есть, вся комбинация падает, у меня ломается отмычка. Но это бред, я же не могу догадаться, блин, какая всё-таки комбинация. Тут миллионы вариантов. То есть, для того, чтобы вскрыть замок второй сложности, да? Надо, как минимум, пятьдесят отмычек. Чтобы понять, кто, куда, что открывает. Странно. Зачем так усложняют замки? Опять меня бомбит. Ну, блин, ну, бомбит меня. От того, что, ну, как-то сделано всё не так. Ладно, давайте проверим, что наверху. Здесь ничего нет, тогда... Да, пусто, ничего нет. Там вряд ли что-то будет. Давайте тогда с ним вернёмся, вместе. Я пойду с тобой до форта. Хорошо, мне попутчик его мешает. Так, безопаснее. Из команды-то никого не осталось. Ладно, топа за мной. Пора в путь. Так, а почему я не могу его прикончить? И сказать, что я всех берсерков замочил и получу награду. И уважуху. Было бы круче, чем просто идти вместе с ним. Так, а на тот топор, по-моему, мне тоже не хватает. Но у меня тут вообще ничего не хватает. Ни стойкости, ни силы. О, да. Да иду я, иду, иду. Мы неплохо кусок пути сделали, но самое сложное впереди. Осколки притягивают проблемы, а я хочу добраться целым и невредимым туда, где смогу их потратить. Тут вокруг полно мест для засады. Так что держу их востро, не хочу, чтобы нас подстрелили, сожрали или покалечили на пути домой. Почему изгои обосновались в Таваре? Они всегда тут жили. Сам подумай, когда за твою голову объявлена награда, куда еще бежать? Люди сбегались в пустыню еще со времен воин за территорию. И тут у нас рас и герцог. Ха, вот все остальные, я думаю, удивились. Мы же не станем на жопе ровно в пустыне сидеть теперь, когда он стал главным. Мы начнем забирать все, что нам принадлежит. Мы тут так и будем, торчать или в форт пойдем? Ладно, мы все еще живы. Мы живы. Да тут, в принципе, даже никто напасть не может. Открыто в пустыне, никаких засад тут вряд ли устроит. Вот это тоже непонятно какое-то место. Ну, крыса может, конечно, и будет засадой. Еще совсем немного осталось. Ох, преп уже носом чую. Вот она жизнь. Вот она жизнь. Так, а ты раньше в форте бывал? Да. О, так ты знаешь, веселый квартал. Бывал там, да? Если вдруг нужна причина, зачем ходить в пустыне и возвращаться, так вот же она, верно? Слышишь? Ты это слышишь? Веселый квартал зовет нас. Пошли награду свою заберем. Пошли награду свою заберем. Или заберешь? Неплохо. Да, да, да Там еще впереди один друг Но ему все равно Ладно, нам тоже будет все равно Вот и пришли Добро пожаловать на самую большую гору мусора Из старого мира на Магалане Рот держи на замке, карманы тоже И у тебя все будет в порядке Да не просто в порядке, ты поймешь, ради чего живешь на свете Я точно пойму, как только получу свою награду А как насчет моей доли? Какой доли? Мои приказы, мой план, моя награда А ты сам себе путь к осколкам ищи Не бойся, Макс тебя не бросит Пару осколков я тебе подкину, лады? Но это будет моя щедрость от моего имени Не топчись тут, это не поможет Иди, я сам тебя потом найду Договорились? А когда ты мне заплатишь? Завтра в баре, давай встретимся Я хоть успею осколков наскрести Идет? Ладно Нам все равно сюда надо было возвращаться Побегать По этому месту, по этим кварталам Там кто-нибудь есть? А что-нибудь там есть? А, да Что-то он висит Вино Светильник А что, вино не берешь? Ну ладно Пошли назад Ладно Давайте ставить тогда здесь Заданица И посмотреть, куда нам с вами ходить-то А то место-то большое Этан Наверное, лучше вот так вот закрыть Вильям Кузен герцога просит помочь ему разобраться С семейными проблемами в форте В случае успеха он гарантирует мне вступление В группировку изгоя Посмотрим, стоит ли оно того Так Основное здание тогда закроем От имени семьи Вильям хочет, чтобы я вышел на арену вместо него Нет, это я не хочу выполнять Хе-хе И все, что ли? Подожди Исток Господствующий центр Где это находится? Ну, далековато Далековато Подожди, а тут же по кварталу можно было побегать Было задание Куча заданий было от него Может быть так? Нет Короче, приходится самому тут сейчас бегать Искать Это займет очень много времени Да куда же ты, ну? Полетел он Не туда Только молоток Блин, ну тут будет какой-то хлам На арену я тоже не хочу выходить Меня явно побьют Притом очень сильно побьют Так, я по-моему вижу Золото Да? А, это сера Ну ладно Где же мне что-то искать? Кто кварталами заведует Ты кто? Блейк Хм Что-то я тебя не признаю Ты с Кровавым Бакстером Или с Герцогом Логаном? Кто такой Логан? Ты не знаешь, что такое Логан? Логан это Герцог Ты же не думал, что Герцога так и зовут? Герцог, правда? А кто такой Бакстер? Кто такой Бакстер? Ты же не местный? Бакстер Кровавый Он тут основал лагерь Говорят, он голыми руками убил больше дюжины шакалов Вырвал им кишки через глотки А теперь этот храбрец взял и сбежал От чего сбежал? От Герцога Логан вышвырнул Бакстер из форта Теперь тут командует А потом Герцог отправил за ним шакалов Так, по крайней мере, говорят Тебе самому решать Врут люди или нет А если я назову Герцога? То есть ты за Логана? Значит, ты всего лишь очередная рыбка, которая плывет по течению? Чего тебе надо? Расскажи мне про Бакстера Зачем тебе? Его больше нет Никто не знает, где он Одни говорят, что Бакстер везде и в то же время нигде Что у него повсюду есть шпионы Глаза и уши Други говорят, что ему выстрелили в затылок И закопали где-то в песках Какой бы ни была правда Никто не слышал о нем С тех пор, как бестия захватила форт И здесь начал заправлять Герцог Послушаем его совета Перестань задавать вопросы Герцогу это не понравится А если Бакстер все еще жив Он пальца в пальце не ударил, чтобы очистить свое имя Пусть себе растворится в прошлом Расскажи мне про Герцога Логан захватил форт и начал тут распоряжаться Он умен и достаточно силен Вот и добрался до самого верха Это у них семейная Его сестра тоже умная Ей палец в рот не клади Может заставить мужчин идти за ней Этой информации тебе должно быть достаточно Она настоящий лидер Раз ты не местный У меня тут есть работенка Для независимого специалиста Хочешь немного заработать? Расскажи о чем речь и я подумаю Прямо скажу Дельце рискованное Это тебя не пугнет? Готов к непростому заданию? Ладно, перейдем к деталям У Герцога есть оружейный схрон Я говорю схрон Но на самом деле Там целый арсенал Торговля оружием Его основное занятие Мы с ним конкурируем В принципе ничего страшного Места обоим хватит Вот только сейчас у меня как раз Наклюнулась крупная сделка Но заказчику среди прочего Нужны гранаты А у меня их нет Ты же вроде советовал Не переходить дорогу к Герцогу Так и не переходи Если не хочешь забрать гранаты Я тебя застрелять не стану Мое дело предложить А твое сделать выбор По поводу гранат Что, добудешь их для меня? Да, давай добуду Хорошее решение Принеси мне три ящика И получишь награду Ясно? Конечно, принесу Так, займемся делом Ты готов торговать? А что ты торгуешь? Оружия нет, брони нет Всякий хлам Нет, неинтересно Хорошо Можно сесть Отчет о нападении берсерков Убери Отчет о нападении берсерков Эти твари застали нас во сне Я сказал этому дерьмоеду Чтобы он караулил Но он передернуть отошел, наверное Теперь мне придется отбивать каньон Найду тело этого кретина Засуну его хрен Ему же в пасть От него и раньше-то Толку мало было А теперь вы все в жопе За его косяка А почему вы? Наверное, мы Правильнее будет Чем вы В жопе Ну и что тут у нас? Метла Это все кража Это все кража Изгой Ну и тут больше, в принципе, никого нет Ладно, пойдем дальше тут Шнырять Айк Эй 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 Ты вроде знаешь цену осколкам Что ты хочешь? Хочу? Я хочу поделиться секретом Элексита Я хочу поделиться секретом богатства Почему ты хочешь поделиться этим секретом со мной? Поделиться с тобой? Нет Я хочу, чтобы ты поделился им со мной Я банкрот, а ты нет Поэтому мне нужен совет Как ты здесь выживаешь? Я сражаюсь Дерусь на арене Когда находится подходящий противник Мне приходится хвататься за каждый бой Который подкидывает мне большой джим О, как же я люблю день выплат Что ты мне можешь сказать про Большого Джима? Хочешь узнать про Большого Джима? Он тут главный Чемпион Он зашибает хорошие деньги Так ты сражаешься на арене? Да Я сражаюсь А мне платят Я лучший Я был лучшим на арене долгие годы Годы Пока не появился Большой Джим На боях много не заработаешь, да? Мне не хватает Но чем еще заняться? Мне доводилось убивать на арене Я просто... Я был... Мне нужно немного стимов, чтобы встать на ноги Закинусь стимами и приду в норму Мне просто нужно немного стимов Стимы помогут тебе драться? Совсем немного Ты когда-нибудь пытался драться укуренным Пьяным или обессиленным после перепихона? Даже не думай О тебе вообще никакого толка не будет А вот после стимов Немного стимов и я в норме Не, я вызывать его не собираюсь на бой Извините Я не готов К боям Если бы немножко прокачаться И взять брони бы еще получше Тогда может быть да Но как я хорошо знаю Нынешнее свое положение Это не вариант Ты у нас кто? Большой джим Налей мне выпить И дай что-нибудь поесть И не просто бобов Дай мне что-нибудь поприличней Ну что? Чего ждешь? Неси уже Само собой Заплати и принесу Ничего ты не получишь Двигай с жопой Нет осколков Нет напитков Делай что говорю Иначе засуну твою голову Так глубоко тебе в жопу Что ты будешь Соловать себя в гланды Принеси выпить И поесть И побыстрее Это было бы разумно С твоей стороны Когда исполняются Все мои планы Ты будешь просто счастлив Что я у тебя в долгу Какие планы? Какие планы? Думаешь я тупой? Думаешь вот так возьму и расскажу? Сейчас конечно всем заправляет герцог Но так будет не всегда Когда-нибудь кто-то другой Займет его место И тогда ты захочешь С этим кем-то подружиться Ты думаешь Победа над Бакстером Не делает его бессмертным Сейчас Форд принадлежит герцогу Но помни Никто не верил Что Бакстера можно спихнуть И где сейчас твой Бакстер? Любишь заливать, да? А ты дерзкий, сукин сын Тебе стоит прислушиваться К знающим людям Иначе останешься за бортом Что ты тут делаешь? Я Большой Джим Большой Джим И я владею местной ареной Люди сразу писаются Когда слышат Что им придется иметь дело со мной А это означает Что люди не станут связываться с герцогом Если в здании могут оказаться на арене лицом к лицу со мной А герцог знает Что арена приносит ему прибыль Потому что люди хотят смотреть на меня А почему ты считаешь Что можешь отобрать власть у герцога? Концентрация Дисциплина И власть Я сконцентрирован На достижении своих целей Дисциплинирован Чтобы концентрироваться И концентрируюсь На своих целях А моя цель Власть А еще у меня есть секретное оружие Я всеобщий любимец Меня в отличие от герцога Народ любит Люди видят Что я победитель Они знают Что у меня достаточно сторонников Чтобы отмести любую группировку в Магалане Поверь в план Большого Джима И почувствуй в себе силу А тем Кто просеединятся ко мне раньше всех Я в качестве особого подарка Предлагаю ящик гранат Если конечно кто-нибудь их изготовит Я умею делать гранаты Ремесла 3 У меня такого нет Заставь своих ребят Сделать гранаты Этих? Им можно доверить Только сделать воронку А чему ты можешь меня научить? Тоже бой, да? Но у меня Кстати могу стрелкова прокачать У меня не хватает денег Тяжелого не хватает Силы атаки не хватает Силы парирования тоже не хватает Мощный удар Гранаты опять же Реактивная атака Убийца мутантов Гроза машин Ладно Ладно Тебя я нашел Стражник 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 А это есть арена, да? Да Походу это арена Ладно Пойдем дальше Патрончики для ружья Патрончики для ружья Здесь что у нас? Ух ты Ты кто? Конрад Какие же преступления ты совершил, чтобы оказаться здесь? Почему ты решил, что я преступник? Все тут преступники Кого-то привели сюда силой Кто-то пришел сам Потому что идти больше некуда В любом случае мы узники А с тобой как вышло? А я вообще не узник Поначалу все так думают Так если ты не узник, чего же ты хочешь от меня? Творца Конрада Что ты тут делаешь? Я тут работаю Над адской машиной Я готовлю конец света В сравнении с тем, что попросил меня собрать герцог Комета покажется детской игрушкой Новое здание Бодобума Ты делаешь бомбу? Бомбу? Бомба, это взрывчатка Взрыв А, эта штука не для того, чтобы подорвать несколько мутантов Это для того, чтобы испарить целый город Это моя Бодобума Герцог хочет уничтожить целый город Кто знает? Зависит от того, каких размеров она у меня получится Но согласно моим расчетам на город уже точно хватит Только кому какая разница, что там летит на воздух? Тут все дело в красоте В красоте И какой город герцог хочет уничтожить? Выбирай любой У короля пустыни много врагов Ксакор, Абеса, Эдан Как думаешь, кто посмеет перейти дорогу герцога Если узнать, что он в одно мгновение может испарить их чертям собачьим? Ха! Да, владелец такой штуки достаточно испарить один город Чтобы все остальные никогда с ним больше не связывались Но я всего лишь мой посредник Художник, который работает Над реализацией планов герцога Ты с ним уже разговаривал? С герцогом? Нет Тогда ты ничего не знаешь о его гении Поговори с ним Но осторожнее Он может тебя убить Как поживает твоя бомба? Бадабуа? Дочка кометы? Испепелительница? Она почти готова Почти Почти Нужно только пару мелочей доделать И она взлетит Вот покончу с ними И она будет готова изменить мир Как ты здесь оказался? Схватили Освободили Сейчас уже не помню Я оказался в то время не в том месте Или в том месте не в то время В патруле в Игнадоне Когда нас напали изгои Я должен был умереть Да и умер бы Но герцогу захотелось Зверушку Он подсадил меня на препы И изложил свой план И теперь у меня есть Вот такая красавица Почему ты не сбежишь? Что? Ты пустыню видел? Ты пытался слезть с препов? Без защиты в одиночку Я там и суток не протяну Так пойдем со мной Понятно Рецепт Инструкция по изготовлению Большого запаса энергии Но по крайней мере Это не кража Это уже радует Ладно Давайте тогда здесь все обойдем Посмотрим Что-то тут реально темновато Куда-то вышли Старый список уволенных офицеров Литун, блин Что за старый список уволенных офицеров? Всех указанных в этом списке Следует немедленно отчислить При попытке сопротивления Действуйте на свое усмотрение Майор Динс Капитан Джайлс Капитан Картер Полковник Унил Письмо После прощения уничтожить Кто-то не выполнил Задание свое Письмо не уничтожили А, вот Смотри Ящик с гранатами, да? Тихо Ха Круто Сперли Есть верстак Сундук Заперто Запрещено Смотрите лагеря Эй Уйди 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 Друпы Услуга Услуга за услугу Вы отдали им базу Теперь придется ждать результатов исследований Посмотрим, что их технологии смогут дать нам Нашим военным Ладно Давайте теперь с ним пообщаемся В принципе Почему бы и нет Ничего руками не трогай И тогда мне не придется их отрубить Ясно? Мне нужен доспех поприличнее Тогда ты пришел как раз туда, куда надо Сняйся к нам И получишь такой доспех, если постараешься Что ты мне продашь? Получишь то, чего заслуживаешь Докажи свою верность герцогу Зарабатывай И сможешь купить все, что угодно Не многим выпадает шанс Примерить доспех Громилы или капитана Если хочешь это добиться Придется перецеловать кучу задниц Ну покажи, что у тебя есть на продаже Пиломеч Один Нифига себе У него урончик Топор Пилосабля Пиломеч Что мы еще можем купить? Разводной ключ Мусорный щит Шляпа мусорщика Шляпа мусорщика Защитная маска Вот защитную маску надо бы взять Яд и радиацию защищает Шапка вора Но это все равно нет денег Ладно, по крайней мере мы с вами сперли Три ящика с гранатами Которые можем в принципе отдать И выполнить задание Правильно? Это будет интересно Где-то здесь Ага Это наверное как раз у нас И есть Прибыль или проблемы Что ты мне принес? Как я могу принести тебе прибыль? Не важно откуда поступают осколки Важно в чьем кармане не оказываются Если хочешь добиться чего-то в товаре Начинать надо с прибыли Только прибыль и верность имеют значение Так сколько ты заплатишь мне за мою верность? Теперь ты задаешь правильные вопросы Так дай мне правильные ответы Я дам тебе 30 секунд Что тебе нужно? Не просто наверно пролить таким городом Видишь тут реальные проблемы? В других группировках больше бардака чем у нас Здесь все свободны Каждый находится здесь по своей воле Свобода Прибыль Выживают только самые приспособленные Таковы законы пустошей Таковы законы Тавара И каждый в Таваре знает Только я могу гарантировать Выполнение этих законов А что с другими группировками? А что с ними? Берсерки и их скиталец? Они даже не знают Куда подевался их предводитель Он прячется в горах А они ковыряются в грязи Они понятия не имеют о прибыли Про альбов мы вообще не говорим Они просто чокнутые А клирики? Которые болтают о технологиях Но поклоняются предрассудкам? Пока мы крепнем день ото дня Они загибаются у себя в крепости Скоро мы обглодаем остов Хорта Поле того, как Альбы Которому он дал жизнь Вернутся домой и уничтожат его Тавар растет А другие группировки сражаются друг с другом И это благодаря мне Если хочешь прибыли Дай мне работу Работу? Хорошо Найди Конрада Он в ракетном бункере Скажи ему, чтобы побыстрее заканчивал А потом делай все, о чем он тебя попросит Если он в ближайшее время не закончит Я его убью А потом я убью тебя Да, и учти Тебя заменить можно А Конрада нет Смотри, чтобы он не умер Пока не закончит работу Если умрет он Умрешь и ты Вот тебе работа А теперь валя отсюда нахер И выполни ее Я замени Да, я заменю тебя через минуту Если будешь и дальше тут стоять и трепать языком Ладно Никаких вопросов Выполни работу Слушай, не спорь Поверь мне Не стоит Рэй Последний человек Которому стоит тут расковать рот Это ты Сделай доложение Не отсвечивай Как присоединиться к изгоям? Можешь выполнять работу Что я тебе дал Бери свои долбанные ноги В свои долбанные руки Беги выполнять Окей Беги выполнять Ты у нас кто? Просто танцовщица Хорошо Ладно Дальше это место С вами будем изучать Уже в следующей серии Так что на сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока